Всем привет, с вами Галина, но мое утро деревенское, друзья, как всегда начинается совсем не с кофе, а с выпечки домашнего, самого вкусного, ароматного хлеба. Вот и сегодня замесила я тесто на три буханки. Тесто у меня в формах уже поднялось, сейчас ставлю в духовку выпекаться. Девочки, мальчики, рецепт на хлеб у меня есть на моем канале. Пеку я сегодня хлеб пшенично-ржаной, обалденно вкусный, с магазином такой хлебушек не сравнится. Заходите на мой канал, смотрите рецепты в плейлистах или просто на канале. Ну а я сегодня, друзья, покажу, чем буду еще заниматься. Оставайтесь со мной и не переключайтесь. Ну а я, девочки, замесила тесто на пирожки. Захотелось мне сегодня пирожков с повидлом. Тесто, девочки, это обалденно вкусное. Пирожки получаются как пух. Рецепт на пирожки также есть на моем канале. Заходите и смотрите. Ну а тесто у меня уже поднялось и опустилось. Что я сейчас буду делать? Я на стол немножко капну растительного масла. Всегда пользуюсь, девочки, только растительным маслом, чтобы пирожки у нас не горели. Посмотрите, какое тесто. Пышное, воздушное получилось. Я замешивала тесто из 500 грамм воды. Вода 2 стакана, 500 грамм, сухие дрожжи взяла. 20 грамм, чайная ложка соли, сахара 2 столовые ложки, растительное масло 5 столовых ложек, 1 яйцо и 5 столовых ложек муки. Вот такой рецепт, девочки, на пирожки у меня. Тесто мягенькое, обалденное. Ручки я смачиваю всегда растительным маслом. И сейчас наши пирожочки я просто, еще раз тесто замешу, разделю на кусочки. Сделаем вот такую длинную колбаску. Тесто мягенькое, видите какое. Хлеб у меня уже печется, поставила в духовку. Ручки сейчас смочу. Еще растительным маслом и разделю наше тесто на небольшие вот такие вот кусочки. Чтобы тесто не прилипало к рукам, всегда их смачиваю маслом. Вот такие кусочки разделю. Сколько у меня получится. Тесто аж пузырится, девочки, в руках. Так, 8 разделила. 8, 9, 10, 11, 12. Сколько получится, не знаю. 13, 15 штук. Вот столько. Сейчас я каждый кусочек теста скатаю просто в шар. Вот так. И буду лепить пирожки. Захотелось мне сегодня, девочки, мальчики, пирожков. Сейчас я все тесто скатаю в шар. А потом будем, девочки, лепить с вами пирожочки. Разделила я тесто, накатала шариков. Получилось у меня 20 пирожков. Буду сегодня делать пирожки, жарить с повидлом и с нектарином. У меня вот такое есть повидло. Обалденно вкусное. Видите, какое оно. С банки не выпадает. Джем. Самый настоящий джем. Но у меня здесь есть в начатой баночке немножко. Буду брать отсюда и лепить пирожки. Досточки подготовила. Так, досточки я также сейчас смажу немножко растительным маслом. Вот так смазала масло в сторонку. Эту досточку пока отодвину. Так, сделаю так, чтобы вам немножко было видно, что я буду тут делать. Посижу с вами, поболтаю немножко. Ой. Отодвинусь. Пока у меня печется хлебушек, будем, девочки, с вами болтать. А я сегодня на огороде уже была. Успела посадить щавель. Вышла, взяла камеру, хотела вам показать. И вы знаете, что мошки не дали. Столько мошек рот не дали открыть. Пришлось закрываться от мошек. И бегом-бегом, девочки, занесла камеру домой. Побыстренько его посадила, ничего не стала снимать. Ну, а тесто я вот так беру просто руками, расправляю пальчиком. Выкладываю начинку. Пальчик можно облизнуть. И лепим пирожки. У меня здесь всё в масле. Я сама уже тоже в масле. Закрепляю просто края вот так. На бочок ложим наш шовчик. Всё закрепляем. И получаем вот такой пирожочек, девочки. Вот. Вот такой, самый простой. Тесто мягенькое. Видите, какое. Очень мягкое, воздушное. Я сейчас на досточку налеплю. И пойдём с вами жарить. А потом буду уже лепить пирожки в процессе жарки. Чтобы наши пирожки не раскрывались. И повидло не вытекало. Вот так. Пока у меня хлебушек испечётся, пожарю я свои пирожочки. Ну, а муж вчера пахал огород. Но не допахал. Осталось ещё на сегодня. Но сегодня он у меня на работе. Вечером придёт, допашет. Докопают мне грядки. Я буду, девочки, сажать уже морковку, свеклу. Вот такой пирожочек получается. И будем сажать какие-то овощи. Лучок я уже высадила свой. Посадила щавель. Земля ужасно сырая у нас. Очень сырая. Ну, а муж мне сегодня на щавель грядку разработал с самого утра до работы. Потому что туда не влезть. Туда просто не влезть. Вот такие пирожочки, девочки. Лепим самые простые. Сейчас налеплю пару штук. Масло уже налила я в казан. Так пирожков захотелось, что не утерпела. А я три дня уже с давлением, девочки. Два дня давление сильно повышенное было. И три дня голова болит. Чего только не пью. Сейчас болит голова, а я вон сижу, леплю пирожки. Потому что очень хочется пирожочков. Пожевать чего-то. Вчера супчик варила. Гороховый. Еще стоит. Видите, какие лепехи налепила. Тесто воздушное. О, посмотрите, какое. Просто шикарное. Просто шикарное. Мягенькое. Видите, видно вам. Очень мягкое. Я его руками вот так расправляю. Можно взять скалку, если хотите. Я руками. Ручками. А повидло обалденно. Я сама в прошлом году варила из нектарина. О, обалденно вкусная. Густое получается. С банки не выливается? С банки не выливается. Рецепт это мой самый любимый на пирожки. Пирожки масла в себя не впитывают, как другое тесто. О, пирожочек. Вот вам и пирожочек. Ну, видите, какое тесто. Просто шикарное. Живое. Просто живое. Просто живое. А у нас сегодня, не пойми, какая погода. С утра было пасмурно. Я пошла на огород и побыстренько посадила щавель бегом домой. Объели руки. Побъедали лицо. Это просто кошмар. Это просто кошмар, что творится. Сейчас пасмурно. Солнце спряталось. Вот такой пирожок. О, видите. Все, девочки. Налепила вот так на досточку. О, видите. Сейчас пойду включу масло растительное, чтобы оно у нас нагревалось. И будем жарить побыстренькому наши пирожочки. Пока не вытекло у нас отсюда наше повидло. Ну, я, девочки, пришла на коридор. Казан налила растительное масло. Но у меня уже нагрелось. И выкладываю сюда наши пирожочки. Пирожки, посмотрите, сразу поднимаются. Буду выкладывать по 5 штук. А я сюда принесла, сделаю сразу потише, чтобы не горело. Сюда сразу я, девочки, принесла тесто и принесла повидло. Масло забыла. Сейчас масло принесу. Буду лепить пирожки и продолжать. Не успела масло принести. Смотрю, пирожки мои уже здесь. Вон, начали жариться. Надо перевернуть. Масло очень хорошо нагрелось. Я уже потише-потише огонь сделала. Буду дальше лепить наши пирожочки. И с вами немножко еще поболтаю. А у нас клубника, девочки, так обильно цветет. Заморозки прошли. Этой ночью уже не было заморозков. Прошлой ночью было минус 2. А этой ночью не было. Мы ничего не укрывали. Муж вчера вечером с работы пришел. И около 7 вечера начал пахать огород. Почти до полдесятого пахал. Я сейчас налеплю пирожочком. Там надо, наверное, перевернуть. Масло очень хорошо нагрело. Так, видите, как быстренько. Не успела положить пирожки уже. И уже мои пирожочки поджарились вон. Не знаю, поджарились внутри или нет. О, какие пышные. Воздушные получаются. Обалденные, вкусные, девочки. Приготовьте по этому рецепту себе пирожочки. Порадуйте своих родных и близких. А у меня пока сегодня время есть. Решила нажарить. Потом начнутся посадки огорода. Будет не до пирожков. Муж миградки сделает. Где не докопал, где не допахалась. Там надо подкапывать. Так, ну так. На два раза налепила. Чтобы два раза сюда пирожочки положить. А потом остальные буду снова лепить. Там осталось у меня еще пять пирожков. Что вы готовите, напишите. Чем радуете своих родных и близких? Что готовили сегодня? Ой, я сегодня ничего не готовлю. И вон хлеб пеку, и пирожки. Суп стоит гороховый. Будем доедать вчерашний. Не выбрасывать его же. Вот. Сделаю чуть побольше огонь. А то я уменьшила. Здесь, вон на этом пирожочке, видите, масло. Немножко вытекло. Пирожок раскрылся. Вот, видите, что происходит. Надо ворочать. Чтобы внутри хорошо прожарились. А то они у меня сверху поджарились. А внутри не знаю. Поэтому немножко их вот так еще обжарю, поджарю. Ой, решила показать вам, девочки, чем я сегодня занимаюсь. А не чем. Хотела показать огород. Как щавель сажаю. Но не показала. Но не показала. Убежала с огорода. Так как рой мошек повылазили. Куда они повылазили. Ой, кто их вообще создал, этих мошек. Как кровопийцы напали на меня. Обожрали. Лучше бы они жир высасывали. Чем кровь последнюю. Ой. Почему жир никто не сосет, а? Я бы поделилась. Я бы им вся отдалась, этим мошкам. Чтобы они у меня немножко жирку попили. Ой. Ой. Вот такие дела. Вот такими делами, девочки, занимаюсь. На три раза мне заправить растительное масло, заложить пирожки. 20 пирожков получилось. 20 штук. Видите, девочки, повидло вытекло. И вот видите, какие пирожки получаются по бокам. Вот это все повидло, вот это вот, что плавает. Поэтому пирожки я сразу все не люблю. А так поочередно. Немножко налепила, пожарила и снова налепила. Снова пожарила, чтобы повидло, чтобы пирожки не раскрывались. Ой, как-то так наговорила. Как-то так сказала. Я сегодня 4 рядочка щавля посадила. Вчера высадила килограмм лука. Как раз мне хватило, еще 4 рядочка досаживала. Ой, продлила грядку. Работы сейчас нет проворот, девочки. Огород спахали. Сейчас начнутся посадки. И все сразу нужно будет высаживать. И огурцы, и кабачки, и тыкву. И помидоры, и картошку. Все на свете. Ну, а я буду дальше продолжать жарить пирожки. Потом покажу, какие они у меня получились. Оставайтесь, не переключайтесь. Ну, а я дожарила свои пирожки. Их получилось у меня много. Целая мисочка, ровно 20 штук пирожки получатся. По этому рецепту, девочки, обалденно вкусные. Готовьте себе, радуйте своих родных и близких. Рецепт есть у меня на моем канале. И в самом начале я вам также озвучила свой рецепт. Но у меня допекается мой хлебушек. Да, еще хочу сказать. На пирожках вот это черное, это у меня из одного пирожка, просто вытекло повидло. И когда у меня жарились другие пирожки, повидло у меня немножко подгорело. Но на вкус пирожков, друзья, это никак не повлияло. Пирожки получаются все равно обалденно вкусные. Все, на этом я буду заканчивать свой видеоролик. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. И до новых встреч на моем канале. И всем пока-пока. До новых встреч.